всем привет сегодня у меня такой будет небольшой видео обзор на телефона htm a6 небольшой почему пришел телефон а человек который заказывал оплачивал хочет он буквально сегодня приехал посмотрел на него понравился игру ну за буду записывать видео обзором как хорошо через пару часиков заедет вот я пока что мог потестировать по тестировал информация конечно достаточно маловато мне о нем накопилось но в принципе кое-какое свое мнение о нем сложилось так htm a6 это телефон из дешевой категории на процессоре mtk 6572 процессор не w то есть в нем нет gps здесь вот пленочку пока не убирал видите даже от gps нету никакого упоминания нет также в нем 3g но в принципе моего заказчика это все полностью устраивает но в принципе вот обрезку такого процессора достаточно не никак не сказывается на работе этого телефона работает в принципе он очень достаточно быстро ланчер конечно я читал что как правило меняют вот этот вот но я его оставил вот 512 оперативной памяти 2 гигабайта внутренний накопитель из него доступно для установки 1 гигабайт ноут из этого одного гигабайта плохо то что где-то доступно мегабайт 200 то есть использование карты памяти здесь обязательно разъем для карты памяти здесь имеется до 32 гигабайт можете спокойно подключать возможно даже придется скорее всего делать менять местами внутреннюю память с карты памяти чтобы устанавливать туда игры уже более менее потому что я поставил некоторые тесты программки у меня сразу телефон заверещал не хватает памяти так как телефон достаточно дешевый здесь нет датчиков из датчиков есть только акселерометр хотя вот здесь вот есть такая вот окошечко под датчики но не датчик приближенности не датчика освещенности здесь нету также из того что он нету принципе видите видеокамера фотокамера и под ней якобы вспышка я тоже был уверен до последнего что вспышка здесь есть но буквально сегодня когда я тестировал телефон сейчас разберу покажу обнаружил такую вот такую вот особенность вот здесь вот как бы якобы вспышка есть но дырочки под ней нету то есть здесь он глухая и вот здесь вот видите он нету вспышки а две камеры вот здесь одна камера 0 3 мегапикселя плохое качество здесь же камера заявлено 2 мегапикселя но скорее всего 1 и 3 потому что фотографии очень отвратительные выкладывать я их не буду и как видео снимает тоже не буду потому что ну достаточно плохое качество ну что хотели от такого телефона который столько стоит да так же в принципе мне казалось что не даст недостаточно громкость динамика я сегодня попробовал через инженерное меню усилить но понял что этого не стоило делать потому что динамик начал шипеть при громкость звуки вернулся назад мне показалось что в принципе очень даже громкость вполне нормально ну и пока разбирал телефон что меня тоже еще очень очень повеселила выключил телефон две батарейки в комплекте но батарейки сами по себе разные хотя по размерам одинаковые но вот на одной батарейке у нас написано 1800 миллиампер часов на второй батарейки у нас написано 2 200 миллиампер часов была мне идея вот моим i max'ом замерить батарейки но скорее всего не успею если мне останется время то я где-нибудь здесь вывешу сколько реально батарейки емкости так что если увидите то увидите не увидите не увидеть да еще очень многие уже последнее время пользуются вот такими переходничками под сим-карты этот из-за айфона мини или микро сим или на на даже уже не помню это не надо кажется и вот есть такой вот у меня наборчик переходничков под сим-карты я сегодня весело хотел вставить сначала в один мне не получилось потом в другой вставить то вставил симка вывалилась вот это вот это вот осталось и вот этим краем вот даже вот кстати можно посмотреть здесь вот видео там две царапины этими краями зацепилась за контакты сим-карты я думал что телефон без утрачен поломан но слава богу все у нас заработал но как бы не был дешев телефон в принципе выглядел он достаточно хорошо и дорого экран здесь 45 дюйма достаточно большой яркие при распаковке мне показалось что он не яркий но оказалось что это просто такая тема и который вот так вот блекло смотрится экран у нас 4 5 дюйма разрешением 480 на 840 и поддерживает всего лишь два касания опять прикол телефона вот на каждой батарейке есть вот такие вот направляющие чтобы не вставить их по-другому но в этот телефон их можно вставить и так вот видите как контакты расположены здесь и здесь ну батарейка вставляется вполне отлично хотя по-хорошему не должна так вставляться но теперь слава богу и все заработал да мне еще понрав порадовала сборка телефона нам достаточно качественно ничего не у не люфтит не скрипит то есть вот он прям монолитный достаточно почитал про завод с тем завод который выпускает для некоторых брендовых телефонов телефоны и вот они решили якобы под свою но не могу сказать что вот разработка вот этих телефонов достаточно пока удачно но все вполне возможно в то что упирается что цена на телефоны достаточно дешевая я думаю что вот нас ван нас например бы ребенку бы я такой бы телефон доверил потому что цена его небольшая функционал он в принципе вполне нормальный слишком много игр на него не поставишь чтобы не игрался на уроках так же хорошо что телефон лежит достаточно удобно в руке вот это вот расположение включения кнопочки было сначала для меня непривычным так как я раньше пользовался айфоном не помню где у него было ну как тот странно было но сейчас вот даже беря вот левой рукой кнопка включения вот здесь вот то есть можно совершенно спокойно включить и выключить и так же беря правой рукой под этим пальцем кнопочка включения и выключения то есть то есть тоже можно вполне отлично его включить и выключить пока на данный момент больше что-то добавить я по самому телефону не могу принципе меня он устраивает за такую цену которую я за него отдал меня телефон полностью устраивает можно было бы конечно чуть-чуть какие-то компоненты получше сделать но например тот же самый джей у f1 который у меня скоро будет на видео обзоре цена чуть чуть дороже где-то на рублей 300 ну 500 грубо говоря но там совсем уже другое качество он уже на общую и на тактильность уже прям по-другому отзывается но здесь больше экран что в принципе наверное свою роль и сказывается на производительности других компонентов но вот первый тест антуту показал 11106 попугаев самое подозрительное что сегодня сейчас произошло с этим тестом я его прогонял раз был такой же самый результат буквально когда поигрался с батарейками вставил назад прогоняю результат получается семь тысяч семьсот семьдесят семь там с чем-то так удивился думаю на четыре тысячи куда это делось выключил телефон включил пять тест прогнал и как бы результат такой же но я думаю что это видно какой-то просто глюк ну все возможно давайте погоняем на других тестах квадрант у нас набрал три тысячи шестьсот восемь попугаев что ну такой средненький обычный результат тест на на марк 2 показаю показывает 38 четыре фпс что в принципе тоже для этого процессора вполне нормальный показатель так конечно в принципе тесты тестами эпик цитадель я не смог поставить потому что очень мало памяти как бы вот не было таких вот плохих впечатлениях об этом телефоне в принципе он меня очень даже устраивает напомню что цена достаточно дешевая где-то две пятьсот может быть даже уже дешевле можно купить да у него там мало оперативной памяти мало внутренней памяти но эта проблема решается установка карты памяти дополнительно да нет вспышки нет камеры нормальной фактически ее нету такая вот камера самая обыкновенная как бы экран не IPS но в принципе для вседневного использования вполне пойдет потому что вот так вот нормально смотрится вот так вот тоже нормально смотрится хотя на камере может быть там плохо вот так тоже нормально смотрится основные проблемы возникают когда вот переворачиваешь вот так вот и вот так вот ну никто вот так вот телефон не смотрит так что я думаю пойдет ну вроде бы и все что я хотел о нем рассказать конечно времени мало мне было с ним повозиться игрушки в принципе все идут Subwave Surfer ну такие вот небольшие игрушки Angry Birds тоже идет вполне нормально естественно тяжелые игры как GTA я думаю даже GTA 3 пойдет на низких каких-нибудь характеристиках но так как здесь памяти достаточно мало некуда ее не ставить сейчас буду собирать буду тестировать попробую батарейку на емкость какая у нее ну не знаю успею если нет и буду упаковывать телефон и ждать уже когда человек приедет за ним и заберет также кстати в комплекте с телефоном был чехольчик хотел бы вам показать вот куда я его прибрал не могу найти чехольчик очень интересный интересен тем что у него вот такие вот пупырышки долго смеялись что все как говорится на пупырышки эти вешается но оказалось что когда вот так вот прибираешь закрепляешь еще даже посмеяли что может быть поплевать чтобы лучше присосалась но оказалось что вот эти пупырышки очень хорошо держит телефон оторвать вот эти я даже с силой беру чтобы это то есть потерять телефон в таком чехле вполне нереально так что достаточно такой интересный аксессуар впервые вижу на таких вот присос ну что вот и все возможно в принципе обзор вышел какой-то однобойкий неинтересный неинформативный но тем не менее пока вот то что я успел я рассказал вам же спасибо за просмотр надеюсь кому-то это видео было полезно решать или не решать покупать этот телефон я в принципе давать советов не буду но думаю что на таком процессоре я уже заказывать телефоны больше не буду ну помимо тех которые ко мне идут так что вроде бы и все ну ладно ставьте палец вверх все я